Национальная телерадиокомпания «Чуваший» провела 1 июня свой спортивный праздник. Точнее, даже чемпионат по метанию портфелей. Желающие в первый день самых длинных каникул закинуть подальше свой портфель собрались в парке Николаева. О необычных рекордах и тонкостях метания портфелей в сюжете Марии Шоклевой. Утренняя зарядка, усиленные тренировки и подбор оптимального по весу портфеля. Кто-то готовился к чемпионату целый месяц, а кто-то просто гулял в парке. Схватил мамину сумку и тоже решил побороться за приз и памятную медаль. Костя, рассказывай, как настроение? Что? Тренировался дома в портфельме-то? Да. А тебе не жалко, он же может испачкаться? Нет. Ну хорошо. Мама новый купит? Да. Мама запомнила. Твой результат – 620 сантиметров. Идея необычного праздника возникла у ребят детской телевизионной студии «Куча мала». Национальное телевидение «Чувашие» идею подхватило. Поддержали и в администрации города Чебоксары. Ты занял третье место? Не расстроился ли ты, что не занял первое? Я, конечно, расстроился, так как меня опередила девочка. Я готовился перед самим началом. Мы испытывали, чей портфель дальше летит тяжелый или легкий. Но когда я тренировался, я замечал, что у меня портфель летит высоко, но не очень далеко. А потом я понял, что надо кидать не ввысь, а кидать ввысь и в длину сразу. И тогда у меня получилось далеко. У взрослых тоже была возможность вспомнить детство. Мама и папа готовились к броску даже с большим энтузиазмом. Раз, два, три! Этот бросок длиною более чем в 30 метров и стал рекордным. Кстати, сынишка чемпиона Андрея Федорова тоже поднимался на пьедестал почета вместе с победителями первоклассниками. За две недели я постирала портфель, положила туда как можно мелких подшипников, и чтобы он улетел дальше. Но у меня получилось не так далеко. Ведь папа был сильнее, они ходят в спортзал, а у меня, ну так. Мы вовсе не призывали ребят забыть на все лето об учебе. Просто хотели немного повеселиться в праздник детства. И поскольку это удалось, решили сделать чемпионат по метанию портфеля традиционным и фирменным праздником национального телевидения Чувашии. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Александр Петров. Республика.